всем привет так продолжаем делать двигатель тут гайковертом откручиваю коллектор вот открутил три штуки тут залом уж на этой шпильке я посмотрим как будет крутить гайковерт гайковерт пошёл пошёл нормально будет выкручивает нормально но и гайки опять маленькие вот такие вот вряд ли он конечно головку если полностью затянуто и вряд ли он сможет открутить так что снимаем коллектор так сейчас эти шайбы убрать на коллектор вот он за ломыш сейчас что-то буду делать высверливать его на прокладки новые тати купить что он пропускает уже плохие какие-то здесь вот в этом месте видно уже такая прогоревшая еще без шпильки работала не была притянутая потому что тут все понял а здесь ну вот заломыш выкрутил сначала выстрелю потом выкрутил поставил новые шпильки уже вот здесь заломыш был на этом месте и здесь тоже поменял заодно эту шпильку а то может уже ну трещины какие-то шпильки есть ломается то потом так новые прокладки купил чтобы а то те уже какие-то не очень были заломыш высверливал поковырялся тут правда пришлось поковыряться что-то долго ковырялся полчаса наверно ковырялся если не больше вот я специальные такие экстракторы для шуру для шурупов почему-то для заломышей на короче они не подошли сталами выкручивать вот этот вот вот этот скручиваешь он как бы это ну короче тонкий не хватает его этот самый конец только 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 попадает но не идет попробовал также зацепляется но не не идет заломыш или туго он сидел просто заломыш и пришлось мне высверливать еще кнопку сильней пришлось не рассверливать сильнее на 8 взял просверлилась равно мало как бы резьба ну и так ковырял отвертки всякая ковырял ковырял не выходит метчиками метчиком пробовал так туда прорезать врезаться не идет тоже не как потом взял еще больше на 9 сверло уже просверлил так сверху немного так на чуть-чуть вот так вот просверлил и потом уже метчиком давай метчиком врезаться так потихонечку потихонечку иметь и куда в тот заломыш метчик врезался сколько-то закрутился так и до конца до упора потом назад стал выкручивать метчик обратно и он вместе заломыша выкрутился нормально закрутилась держится шпилька никуда не денется сейчас все можно ставить коллектор он лежит продолжая делать головку дальше короче вот снял клапан стрелёвочника с головки вот пружина вот это емзская пружина две пружины а вот эту снял стрелёвочника вот однослово на внутренняя сколько это она отработала интересный ресурс сколько тысяч моточасов эта головка интересно отработала скорее всего очень много ну короче вот пружины вот пружина одинаковые то емзская что стрелёвочник точь-точь одинаково чем различаются ничем вот емзская внутренняя и стрелёвочника сломано на куски сломалась уже старости видать вот клапана вот это стрелёвочника клапан это емзский вот одинак они одинаковые точь-точь одинаковые высота клапанов одинаково диаметр тарелки одинаковый вот точь-точь так вот даже буква к на них нарисована так маркировка завода производителя видим и на этом тоже так же вот тоже к одинаковые лира короче даже производитель одинаковых этих хлопанов так что одинаковые клапана пружина одинаковые клапана одинаковые а вот тарелка мгс к от это . одинаковая точь-точь одинаковые ничем не различаются а вот сухари эти кто не видел если это вот новая взял две штуки купил сегодня последние вот они сухарики сухари тоже одинаковые снял клапан посмотрел там маслосъемный колпачок такой твердый уже весь затвердевший такой твердый твердый она вот на между прочим на трелёвочники там нету колпачков маслосъемных видно вон он весь клапан нагали вот впускной клапан втулка впускного клапана под клапачок под маслосъемный нету ничего они тут не стоят на трелёвочниках на а01 двигателя на выпускном тоже само собой нету на емзевских тут стоят он все покажу как без пускного канала полу ковырил ты от нога здесь так почти что такой слой там здесь так вот вот он маслосъемный колпачок он его трогаешь такой ну гнется так немножко так с краю твердый такой вообще клапан вставляешь он не спружинивается все буду менять вот все все впускные этот вот этот на выпускных тут нету тоже не знаю какие найду такие поставлю тогда здесь придется тоже снимать эту головку я пока я не закрутил еще так просто на кинул просто сюда так и потому что тоже может хрен его знает что там внутри там вот эти трещины между форсунок и между форсунками между клапанами и форсункой как с этими трещинами еще разобраться не знаю как-то при проверить его опрессовать может и что ли но и снимать нам будет все равно наверное буду тоже тут менять колпачки мосты съемных не знаю короче что видно будет продолжаем короче дальше химичить вытащил клапан и почистил канал это впускной вот сколько нагара он был вот рука если сравнивать считай все это в канале было впускном на самом клапане так большого нагара не было вот здесь в этом месте вот тут вот чуть-чуть так был нагар небольшой вот посмотрим какой нагар последний в последние головки так сказать в 5 5 цилиндр во впускном вот видим такой нагар это еще не очень сильный вот в этом больше было поэтому вот какая кучка я попробую поковырять вот ковыривается нормально вон какая куча вот сколько бывает нагара колпачки когда маслосъемные уже плохие так что на по идее в страдении таких менят почаще эти резинки буду менять наверное буду укручивать трубку на форсунку чтобы снимать просто в эту выключаю трубку на каждый выкручивают резинки менять атак не снимешь никак резинку какими кажется вряд ли тут снять удастся но можно снять тоном порвется только с снимать форсунку надо полностью доставать форсунки обратки снимались а вот так полному если вот extrêmement по-моему если все делать по-нормальному то надо все полностью все разбирать вот каждый раз когда вот двигатель делаешь на трелевочники также на полностью все разбирать все клапана очищать все от нагара мы чистить все на пружины все проверять там какие не колпачки маслосъемные вот если тут и тут на это это нету по уму если по идее все делать обычно никто же это не делает ничего обычно двигатель делать головку сняли поршня поменяли допустим чертом опять головку обратно бас это же ничего там не смотря не проверяя все поехали дальше а по идее еще тут колодцы где форсунки стоят там в эти как они стаканы форсунок вот умные там такие него здесь стоят головки их поедетом колечко такого резиновая по идее их на осмотреть проверять выкручивать менять эти резинки там шайба еще такая уплотнительная стоит под стаканом медная но все менять по идее по уму если делать но колпачки этим по идее то без колпачков он будет работать или вот с такими твердыми они хрена она не будет ему ну будет немножко масло там подсасывать то что вот нагар там в этой вот во впускном этом канале а вот еще хочу показать какой износ на клапане вот на этом стрелёвочника который вот смотрим какой износ на клапане сколько он тысяч моточасов отработал фиг за десятков наверно тысяч моточасов сколько клапану вообще вообще негодные вы почти там все два тоже все уже разбиты вот так вот работают на трелёвочников на этих тут вообще мне кажется головки вообще никогда никто не прыгает их двигатель делают головку обратно ставят сразу же ничего не смотря даже тогда помню этот моторист у нас делал как-то давно уже лет 15 назад двигатель на тэшку я давая в этом проверен можешь проверить клапана там притереть там по проверить достать их что там внутри посмотреть он мне ничего быть не надо там нормально там нечего проверять ну понятно там какой-то ресурс они ходят понятное дело ну ясно дело что вот этот клапан от отработал я не знаю ни один ремонт двигателя наверно уже отработал или двигатель просто долго очень отработал уже на этих на этой головке или скорее всего ни один ремонт уже прошел на даже два-три ремонта капитальных ну как сказать поршневой там коленвала такая выработка такая канава такой выработка этот клапан уже выкидывает он по идее вот он все работал головка работала его с такой пружины еще на работу пока на сегодня хватит завтра продолжим так вот купил маслосъемные колпачки и мз ски такие мягонькие силиконовые что ли какие-то не знаю и мягонькие предприятия кисловская там магазинами как раз только они привезли их и ему заехал смотрю лежат как будто меня ждут у николая купил он мне наложил пакетик вот я говорю по 10 рублей что иди посмотри где цену там на витрине ну-ка я пошел посмотрел говорю нету цены тут нигде не лежат еще он ну бы ладно тогда по 10 пускай будет по 10 не почитал я как ты чё серьезно горюшка 80 рублей отдал за 8 штук не знаю чё он там или скидку мне сделали чё ли так и есть 10 рублей что-то мало как мне кажется цена какая-то маленькая все ставлю и потом посмотрим что будет я попробую показать как буду рассухаривать клапан и потом как засухаривать тоже буду сейчас вот трубочку эту беру и вот так нажимаю просто плечо упираю плечом как будто туго идет чудо веса не хватает легкий какой-то стал я что ли сухарик все так вот снимаем пружинки так сухари вроде нормальная не еще тут не сильно изношена видимо головку не кажется делали но уже давненько до меня как бы толпачок маслосъемность разнять тут что-то мягкие еще такое и твердый тоже принципе гнется еще какой еще как бы черный тоже простой из простой резины что вот тут твердые уже так это надавливаешь еле сжимается так повернуть на головку и достаем клапан нагара сильного нету нигде тут немножко так чуть-чуть а так чистый клапан так вот эта фаска тут как чё на не фаска все ровно никаких изъянов как сказать нету выработки какой-то раковин нету нормально зачем будет в принципе тоже бывает смотрим там внутри нагар нагар есть так немного на не сильно вроде я покажу смотрим нагар во впускном канале такой как бы есть нагарчик сейчас на буду почистить от чистить от нагар мяч что все число плохо чистится ладно снимать не буду как я почищу клапан обратно ставим колпачок покажу как засухаривать буду еще вот сейчас который перед этим чистил 1 который снимал тут такой сильный на горбу и он такой вот мягкий такой какой-то такой вот он лежит такой какой-то мягкого как маслянистый такой видимо масло попадала хорошо здесь здесь вот не так сильно так новый колпачок вставляем просто руками прям вставляя даже можно не снимать вот это она так залезет нормально аккуратно вставляем и руками просто все на месте сидит на направляющей клапана канавочка такая есть она сама колпачке внутри как буртик такой изнутри там вот в этом месте и он туда канавку в эту входит и все и вот этим колечком железный прижимается что плотно было все сидит на месте так ставим эту ерунду так перчатки один и засухарим сейчас он сухарики они нормальные менять ничего не буду на одном клапане еще на поменять будет чаш вот эту втулку на вот поменять я там уже сделал приготовил 100 головки стрелёвочника снял хорошую там выбрал так все сейчас засухаривать так как пружины тугие туговато так нажимать надо еще сухари и не такое делали говорится как-то по-другому что до съемник бы какой-то специальный бы не помешал конечно для клапанов вообще одну зашел одну зашпилил сейчас вторую так а перекрыть немножко чтоб уже который сухарь здесь сидит вон с этой стороны сбыл сейчас немножко передвину так вот этот чтоб трубой отжимать было можно было с этой стороны ржать где сухаря нет 2 2 половинки так вот нашла немножко тот свет тут плохо светит вот тогда но видно вроде должно быть все зашла все сейчас я постукаю чтоб он на место сел тихонечко так чтобы тут не не набить но они твердые то эти концы закаленные металл специальный молотком сильно не набьешь тут ничего носи колотится все силы не знаю все аккуратно нормально все сейчас все остальные также две штуки сделал вот этот и вот этот еще осталось вот этот и это тут тут штуку поменять на обыдь там я уже сделал приготовил он потому что тоже как-то вот почти за под лицо с этой тарелкой как бы вот так получается нужно повыше торчать но принципе она и так будет конечно работать можно и не менять лучше сделаю нормально чтобы видно ванцу видно вот сухари вон они там внутри там сидят дед и вот на этом все посмотрим на этом вот они торчат их высоко или вот на этом вот здесь как сухари высоко торчат здесь как внутри они где-то в этом и разница так ставлю коллектор на место закручиваю гайковерта пойдет пока сейчас потяну еще головка и все перетяну вдруг гайковертом опасно крутить вот на длинных на этих шпильках тут еще вторую гайку закручу здесь тоже можно ставить головку тут у меня тут все готово приготовлено уже толпачки поставил почистил колодцы все там нормально последнем этом цилиндре тоже много было нагара вообще-то всех больше было из всех на остальных видимо колпачок хорошо пропускал так эту эту ставлю со свету снимаю начинаю купить гайки головки сейчас пока так притягиваю просто затягиваю центр края так вот крест-накрест так-так-так-так-так-так и пошел-пошел ну примерно так головка простая на 24 нету головки молибденовой такой но усиленно притягиваю потом сколько-то можно такими притянуть спокойно сети напряжение маленькая но еще из-за этого не тянет толком он тянется так не совсем спокойно тянется момент не сильно такой большой прикручиваю сейчас вручную все нормально нормальным воротком он тему воротком большим ну таком небольшим вернее таким средненьким таким и вот этим солдатиком все равно еще у меня вот резинки тут поменять и потом буду ставить коромысла штанги всю эту ерунду а потом займусь той головкой он эту головку снял так все открутил вот эти вот трубки так отключила вот таким накидным ключом просто вот так ставил так ставим накидным и так помогал головка не хватает лобка чуть-чуть только на пол на половину вот этого болта этих грани и залазить и все даже меньше чем наполовину короче головка или специальную головку на какой-то а затем туго очень дайте они очень туго затянуты короче простым рожковым ключом я купил мусорник по сумку всю эту резиночку вот так снимаем получается вот резиночка новая и старая к к разница вот на свету как вот хорошо видно разница в размерах и вот так вот сетка даже стоит вот здесь сеточка такая мелкая еще грязь не попадала хорошо сделано это так по идее все эту час вот так вот сюда разве и затягиваем затягивать туганом так вот так вот так вот так вот хорошо вообще не сорвать конечно все это все остальные таким же способом вот эти пружинки на проверять хорошенько чтобы они хорошо держались то не бывает разлетаются ну так разъединяется пружинка может выпасть тут куда попадет лучше проверить лишний раз подкрутить и это лишь немного головку затянул запыхался бы пока тянул все мощно протянута вот этим воротком таким вороточком самое что и ключик вот такой на трилевочник и вот на этой головке тоже тянут на это еще ломами даже тянут тракторист у нас был один номер кому тяну вот эти края загнулись так сплющили все вот так сломались сюда шпилька начала так сюда вылазить в сторону и вот здесь тоже с краю тут эти крайние там с той стороны помню как-то было дело давно потом что-то я думаю на херна так тянуть вот монтажка вот такая вот такой монтаж к его достаточно просто рукой руками монтажкой такой без трубы без всякой ерунды эти головки тянутся а так момент 240 270 что лет так примерно головку роли тянут ньютонов для ключа сына такого нет динамометрического большого так что все на глаз никто никто не видел ни разу что кто-то головки тянул ключом динамометрическим тянут так тянут просто монтажкой кто ломами тянут было пока шпильки не сорвут ставлю здесь штанги коромысла все на место ставлю и можно тут по идее клапана регулировать но пока не буду пока все не соберу обе головки потом уже все вместе клапана вода все продолжаем что-то дальше ставлю коромысла почти все поставил уже еще два осталось штанги уже поставил на место штанги аккуратно вставлять на чтобы они туда не упали что они туда чуть-чуть сторону и туда раз и может провалиться куда-то штанги сейчас одна у меня упала внутрь я полочкой за дырку так зайду вот в отверстие вот таком вставляется что раз и тянешь вот она висит можно вытягивать отходу за раз и вытянул есть если что если на два далеко не упадет я не знаю падает они вообще туда не падают штанги говорят что они туда падают далеко падают и потом не достать уж у меня не падал еще ни разу так все оставлю последние когда мысла надо оставить вот эти все болты регулировочные потому что мало ли чё там зажмёт где-то обычно ослабляет чуть-чуть прав же делаю на всех регулировочных болтах проверил резьбу вот на этих на всех тут нормально восемь штук здесь и еще один нормальный на остальных на 7 штуках резьба негодно на этих болтах пришлось выкручивать какие-то спиливать я покажу то останется здесь осталось клапана отрегулировать опрессовать обратку можно тут она не текла принципе я не снимал можно и не проверять в я так на всякий случай проверю покажу еще потом вот такой вид у виду бюшка закрытый что-то с одними головками уже ковыряю в три дня дня вот 7 штук 7 карамысел раз два три 4 5 6 7 вот на них на всех болтов нет пришлось вот покажу как выкручивал какие-то спиливал просто резьбу на наждаке раз-раза поточу резьбу ну гайку выключу сначала если гайки крутится каких-то вот здесь гайка не шла уже пришлось мне полностью отпилить и ну вот так типа он стоял этот гайка вот здесь вот так было переливаю так по идее так как по-другому спиливать все и новые болты на покупать короче опять проблема опять болты на новый а будет завтра опять магазин я искать болты вот эти это у меня замок такой лопата это вот дверь я дело полностью обшивал внутри пенопластом обшита а сверху вагонка замок таки не сделал ну принципе тут от кого закрываться это я закрываешь когда на видео снимаю когда чтоб тут не бегал никто тут дети маленькие постоянно он сейчас гуляет на улице все еще время уже часов 10 вечера все еще бегают на улице ну на этом всем пока всего хорошего и до новых встреч ремонт продолжается